В котором вы когда-то играли, и как считаете, будут ли чаще эти таганрозы проходят соревнования, не только городской, но и всероссийской? Во-первых, действительно, мне кажется, большая радость для таганрозцев, для тех, кто ходит в парк. Я думаю, что и для гостей города, кто сюда приезжает летом и приходит в парк просто отдохнуть. Павильон замечательный, все условия для игры в шахматы созданы, можно сделать еще что-то, сделать лучше, но все основное уже есть. Он лучше, чем был 30 лет назад, когда все было менее ухоженно, не так все было удобно, и внутри не было прохладно, было жарко. На самом деле, в части павильона, как я помню, просто окон не было, это был открытый павильон. Я думаю, что в этом будет очень хорошо и удобно играть. Для меня это большое событие, я очень хотел, чтобы оно свершилось. Спасибо большое городу и области, что смогли помочь и друг другу. Дондарь, пожалуйста, ваш вопрос. Василий Юрьевич, вопрос номер один. Любите ли вы играть в шахматы, умеете ли? Вопрос номер два, вы сказали о губернаторском турнире. Это опять же из любви к этой игре или чтобы повысить престиж области? Ну, я умею играть в шахматы, но играю крайне-крайне редко. Можно сказать, почти не играю. Но очень хорошо отношусь к этой игре, потому что мой отец, несмотря на то, что он был рабочим, всю жизнь играл в шахматы. И всегда у него рядом лежала кипа газет с кроссвордными шахматами. И он этим занимался. Задачами. А если говорить о турнире, если хотите, эта идея бы не пришла только здесь. Но я думаю, что это очень актуально. Имею в виду, что год 75-летия Ростовской области. И если мы в юбилейные годы, например, будем проводить такой турнир, мы подумаем в составе участников. Это могут быть ребята, школьники. И мне кажется, что с учетом того, что мы вводим и будем реализовывать в области программу всеобыча по начальной подготовке в шахматной игре, то я думаю, что это будет актуально вполне. Так что вот так сформировалась идея, она к месту, ко времени. А если иметь в виду, что павильон появился такой комфортный, я думаю, что это здорово. Другие турниры, конечно, тоже будут проводиться. У меня был вопрос про городские и другие соревнования. Конечно, нужно делать так, чтобы регулярно здесь проходили турниры. Именно это заряжает на борьбу. Это дает стимул всем больше заниматься, лучше играть. Если не будет турниров, то не будет постоянного движения вперед. Так что надеюсь, что городская областная федерация для этого все сделает. Скажите, пожалуйста, а когда появилась идея создать новое здание? И сколько потребовалось времени, чтобы его оплатить жизнь? Идея появилась 6 лет назад. Потом долго обсуждали, как это делать, в какой-то момент решили таки сделать. Примерно за 2 года, я так понимаю. Да, и очень быстро, вот на этот год пришлась основная часть работ, очень быстро реализовали, практически за несколько месяцев завершили, качественно сделали ремонт. Сейчас, как Аркадьевич сказал, что необходимо добавить элементов оформления с учетом истории шахмата Таганроги, конечно. А если иметь в виду, что у нас сегодня в Ростовской области 16 тысяч человек, которые занимаются и любят шахматы, я думаю, что это любят значительно больше. А сейчас это возможность активизировать эту работу, и у любителей шахмат появляется возможность приехать сюда, в город. Думаю, что это будет очень интересно и здорово. В общем, 5 лет думали, потом быстро за год сделали. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.